А не кинофестиваля. Несколько часов назад в столице Чувашии завершился международный кинофестиваль. Кто получил заветные статуэтки, расскажет Юлия Важенина. Целую неделю столица Чувашии была похожа на один большой кинозал. Все желающие смотрели фильмы на площадках Чебоксарского международного кинофестиваля. Одиннадцатого по счету. Очень теплая атмосфера. Я до этого был несколько лет назад всего один день. Меня довольно трудно сравнивать, но всегда в Чебоксарах очень тепло, душевно и человечно. Работы разные, но в принципе мне кажется, что довольно такой любопытный подбор фильмов и есть очень хорошие фильмы. И судя по тому, по реакции зала, фильмы в общем тронули. Южная Корея, Монголия, Австралия, США. В этом году в фестивале участвовали более 40 режиссеров, продюсеров и актеров. А зрители смогли увидеть 24 картины. Фестиваль замечательный. Такое разнообразие. Вообще у меня не было ожиданий. Я не знала, что ожидать. Поскольку это первый раз в Чебоксарах. Но такое интересное кино мы смотрели. Из Бурятия, из Башкортостана, из Чувашии, из Иркутска, из Татарстана. Из всех, которые принимали участие. Воспоминания на всю жизнь. Игровые, анимационные, документальные фильмы, мастер-классы, творческие встречи. Программа кинофорума была очень разнообразна. 11-й праздник кино стал по-настоящему международным. В основной программе представлено три иностранных фильма. Кстати, один из них, «Турецкое седло», получил сразу три статуэтки. За лучший сценарий, главную мужскую роль и специальный приз жюри. Это счастье. Спасибо. Спасибо фестиваль. Отметили и нашу картину. Юрий Спиридонов получил статуэтку за лучшую актерскую работу. Работаем в Чувашии, снимаем кино в Чувашии. Мы любим Чувашию. Поэтому эта награда для меня действительно неожиданна. В этом году в конкурсе этнического и регионального кино участвовало 15 картин. Каждая из них отличалась интересным сюжетом и глубиной мысли. В итоге статуэтка досталась Ильшату Рахембаю за картину «Представь». Сам режиссер не смог присутствовать на закрытии, но статуэтку ему обещали передать. Это молодой режиссер, у него все впереди. Я думаю, что этот приз будет для него, ну таким подспорьем, будет развиваться. И еще не раз порадует вас своими картинами. За приз конкурса игрового кино боролись девять работ. Гран-при присудили картине Виталия Суслова «Голова, два уха». Кстати, режиссер участвует на нашем фестивале не первый раз. В 2015 году его картина «Дефиле» получила специальный приз жюри. Ощущения очень прекрасные, радостные и очень светлые. У вас очень замечательная публика, очень честная, и публика, которая приходит поговорить. Это очень важно. Традиционно вручили и специальный приз главы Чувашии за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве. Его получила картина «Золотая рыбка». Ей же отдали свои симпатии и зрители фестиваля. Спасибо вам огромное за такую высокую оценку нашего труда, потому что зрительский приз для меня – один из самых главных призов. Потому что все-таки самое главное – это чтобы зритель видел и ценил картину. Награду как лучший оператор получил Евгений Мусин за работу над лентой «Рок». А лучшей режиссерской работой признали картину «Нагорная проповедь» корейской буддийской монахини Юйон И. Я хочу выразить свою благодарность членам жюри, которые так высоко оценили мою работу. Этот приз за лучшую режиссуру, мне кажется, поможет моему фильму «Нагорная проповедь» найти своего зрителя в гораздо большем количестве стран, регионов, других регионов России. И поэтому я была очень рада получить его, мне очень приятно и большое спасибо за то, что оценили мою работу, такую очень непростую по своему содержанию. Режиссер уже планирует снять продолжение идеи фильма «Нагорная проповедь» и посвятить ленту тому, как сделать жизнь всех людей лучше посредством единения с Богом. Возможно, уже на следующем фестивале мы увидим ее работу. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова